Фестиваль «Город мастеров». Этот проект Центральная детская библиотека реализует в рамках благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей». Выставка-инсталляция чародеи металлов и сплавов – одно из мероприятий в рамках проекта. В целом проект направлен на вовлечение юных манчегорцев, начинающих свой путь профессионального самоопределения в изучении истории городообразующего предприятия, расширение знаний о профессиях, популярных в Кольской ГМК, о возможности успешного обеспеченного будущего. Цель его – это знакомить ребят с городообразующим предприятием Кольской горно-металлургической компании. И, конечно, хотелось бы, чтобы наш город развивался, чтобы молодое поколение оставалось у нас, чтобы они не уезжали, а готовили себя к таким профессиям, которые востребованы в нашем городе. «Производство на Кольской горно-металлургической компании – это огромное царство машин и механизмов. Но главное – это люди, которых организаторы выставки сравнили с волшебниками, точнее, чародеями металлов и сплавов. Это они управляют умными машинами, это они из невзрачного кусочка руды получают цветные металлы – кобальт, медь и никель. Цветные металлы – это жаропрочные сплавы для авиации и космических аппаратов. Это нержавеющие сплавы броня, боевых кораблей и танков. Почетным гостем выставки стала Лидия Плащинская, ветеран Североникеля. Она поделилась с ребятами воспоминаниями о работе на производстве. Высказала мнение о том, каковы перспективы у подрастающего поколения сегодня. Когда мы работали, и выброса газа было больше, сейчас же раз работают новые установки, модернизация произошла, вот РАВ-цех, он иначе работает. У нас добавились дополнительные, как называется, модернизированные уже участки, где, вот называется, металлург уже сыграл большую роль, что ему легче работать, когда цеха автоматизированы. И, значит, ведутся такие новейшие какие-то новые, вот в ГМК предлагают работу вести в лучших условиях труда. Комбинат определил историю города. Без преувеличения можно сказать, что с историей градообразующего предприятия связана судьба каждой семьи. Выставка и инсталляция включают в себя портреты людей, внесших вклад в строительство комбината и города, награды, образцы, руд и металлов, сувенирная продукция комбината с 50-х годов и по сей день. Также в экспозиции представлена рабочая одежда. Не все ребята планируют остаться в Манчугорске, но узнать о нелегком труде металлургов интересно было всем. Я не планирую связать свою жизнь с Североникиным, но, мне кажется, это очень ответственная работа. Что вас больше всего сегодня заинтересовало, что было интересно? Одежда, потому что как-то в чем они работают. Также на выставке представлены фигуры, изготовленные в открытой мастерской для молодежи Фаблаб, существующие благодаря грантовой поддержке Норильского никеля. Отдельный стенд посвящен рукописным книгам юных манчугорцев о родном городе. И, конечно, много интересной информации о высочайшем мастерстве производственников. Там работать, конечно, не очень просто. Очень тяжелая работа. Надо физически быть подготовленным, здоровым, чтобы все можно было делать самим. Надо все учитать, чтобы не было никаких недочетов. Как раз о непростой, но ответственной и почетной работе металлургов и говорила гостья праздника Лидия Плащинская. Гордость за родной комбинат переполняет ветерана. Комбинат растет, и комбинат набирает обороты. И если никель на мировой арене является наш никель, то, я думаю, говорить больше нечего мне об этом. Что мы это чувствуем, что мы нужные стране люди, люди, которые здесь работают и живут. Это просто прекрасно, когда наша страна говорит, что это мы делаем наш никель мировой. Вот как должно быть. И как не гордиться нашим заполярьем, нашим севером, где мы живем. Новые технологии открывают новые перспективы. И работа на таком крупном промышленном производстве, как Кольская ГМК, всегда будет в почете. И думается, выставка, рассказывающая об истории комбината, обязательно поможет кому-то из юных манчегорцев выбрать свой профессиональный путь.